папа бипа папа папа папам пум всем привет с вами иван грешник мы продолжаем играть в грим soul dark swivel рпг я накопил свитки призыва скелетов не так много но они вроде есть пойдем попробуем пройдем в эгенбург с помощью этих свитков ну что ж поехали я собрал с собой да я забрал с собой свитки скелетов но начало неплохое считаю что это уже успех я взял с собой свитки скелетов сразу могу выделить и сказать о вот этих двух свитках но естественно самые топовые разносят в хлам свиток третьего уровня нормальные касаемо редкого и вот этого вопросы имеются на как вопросы имеются обычный свиток и есть обычный свиток там такие себе скелет хотя такие себе скелеты неплохо выносят лучников под навыком окаменения это надо иметь ввиду оделся я естественно ой блять ой блять не дешево ой блять не надо а сейчас походу будет ваншотик нет нет смотри-ка ваншотика не было это опасный товарищ с ним надо быть поосторожнее естественно свитки скелетов на ровном месте использовать но вот так и взял хлопнул то пошел противного противника наверное не самая лучшая идея но мы попробуем я взял с собой вот этот свиток начнем пожалуй с золотых самых средних третий уровень накопить как ты можешь заметить достаточно просто если ходить в магии куда их запихают когда могильник закончится понятия не имею как можно будет быстрее их накопить тоже но накопили что накопились тема попробуем свитки призыва мертвых на лучников и на арбалетчиков неплохо прожатым окаменением смотреть когда они бьют нормально выходит против остальных мобов такой себе у меня такое ощущение что вот эти свитки и свитки которые сейчас стоят будут разносить остальные не очень но давай глянем как оно получится по факту дела поставил навык руно искатель призыватель я подумал у напиши снова и нет предлагаю так сделать смотрите давайте сделаем вот так и вот так чистым мне мне как это грустно выглядит как это грустно выглядит блядь как это как это грустно вы как это грустно выглядит как как же это как же это грустно ебать как же как же это грустно как и ну-ка в могильнике этого гораздо интереснее но просто потому что могильники мобыто послабее будут да они разносят у нас это немножко не так как я себе это представлял ну да ладно да да это нет это не то что я думал но может быть просто с призывом не повезло один лучник понимаешь и мечник с бастардом но возможно сейчас будет кто-то более имбовый нет они постоянно призываются в таком составе ну вот это уже катана а катана это что а катана это страшно так хилку зря мы потратили это замечательно прекрасно добейте блять хорошо добили молодцы так это мы съели мы еще не знаем какие тут арбалитчики ложненький за едисть капкан четко здорово приятно но что здесь мне кажется на это надо использовать связки это надо использовать связки это надо брать вот так это вот так вот мы атакуем вместе с ними и уже вот толпой мы что-то разносим вот это да вот это охуенно вот эта тема с ледяным лучком идея хорошая реализация хуйня так что мне кажется лучше все takie вот Вот так вот лучше всего... Да, блядь, это же арбалетчик. А подожди, это арбалетчик? Не понял, тут арбалетчик с лучником вместе или что это было? Думаю, что... По-моему, на меня мороз кинули. А как может быть арбалетчик вместе с лучником? Разве такое может быть? Либо я неправильно заметил. Ладно, палатки пока трогать не будем. Я думаю, топовых скелетов на палатке оставим. Хотя, знаешь, сливать мобов в палатках гораздо проще, чем мобов в целом в Генбурге. Так, что мы делаем? Мы меняем хилку. Мгновенный хил использовать на самом деле не вариант. Слишком дорого оно получается, да и бессмысленно, как по мне. Призываем скелетов, идем вперед и вот так. Мне кажется, вот идеальная тактика. Просто вместе побыстрее сносить. Самый в целом лучший вариант. Ну, либо использовать окаменение и они спокойно будут кого-то добивать. Между прочим, сейчас, по-моему, появилось два мечника, да? Смотри, вот я отзываю. Да, смотри-ка, два мечника. Неплохо. У одного скемитар. Я просто стою, окаменение... Блядь, как же долго окаменение висит. Скелеты пропадут сейчас, скелеты пропадут. Блядь, быстрее, быстрее, быстрее. А, хули бы отвернулись-то, не понял. Что случилось? Куда он исчез? Куда он исчез резко, неожиданно. Подожди. По-моему, арбалетчику немножко поплохело. Ну да ладно. Э, в смысле? Он улетает? Он улетает? Неплохо. Почему я так не умею? Я забыл корм для питомца, да? Заебись. Ну ладно, хорошо. Можешь присесть. Надо было взять зелье удачи. Ну хотя зелье удачи, зелье удачи. Похуй, можно и без него. Странно. Я первый раз как будто бы на него не наступил. Надо было катану. Надо было питомцев других поменял хилку, чтобы использовать ее из инвентаря. Интересный момент, интересное применение. Странно, мобы стоят подвое. Почему не подвое? Подозрительно. Это подозрительно, блядь, хилку. Не надо, не надо, я не хочу на базу. Хорошо, нормально. Неплохо. Ну когда два... Да что ж, блядь, сегодня с капканами так много. Когда их двое мечников, неплохо получается. Дамаг очень даже приличный. То есть они очень-очень хорошо помогают. Меня это устраивает. Ну, блядь, опять урон вот этот. Ты вот посмотри. Мне кажется, они сейчас распадутся, да? Нет, ну хотя бы три толпы можно успевать. Да, три толпы можно спокойно успевать сливать. Нормально оно получается. Попробуем использовать самые топовые свитки. Интересно, насколько хороши они. Можно, между прочим, взять секиру, замедлять секиры массово. И будет гораздо, наверное, все это дело эффективнее, да ведь? Наверное, да. Давай призываю скелетов. Смотрим, кто здесь. Выглядит, конечно, страшно. Но это разнос, конечно. Главное, хилку успевать кушать и все остальное кушать. Спокойно взяли, разнесли. Блядь, пиздец, как они вынесли. Ну, единственный момент у одного серп ночной, да? Ночной серп такой. Скорострельность ромает. Ну, тут я еще и своим дамагом беру. А хули вы стали? Чего вы стали-то? Алло, вот они стоят, бьют меня. Вот это главная проблема. Так-то было бы, безусловно, имбалансно, если бы противники, которые уже согрались, поддавались бы атаке. Это был бы лютый пиздец. Оно бы все улетало просто в мгновение ока. Ты стоишь себе в окаменении, а они их бьют. В смысле не добил? Надо добивать. Ты стоишь, а они их бьют, понимаешь? Это очень было бы люто. Ну, последний уровень, четвертый, да, безусловно. Просто красота, четко, здорово, прекрасно выносит без каких-либо вопросов, без каких-либо ответов. Это да, но все же вот эти свитки как-то менее редкие. Ну, понятное дело, что второй уровень, скорее всего, грустно и невкусно, и все это в Генбурге будет смотреться так себе. Но когда других вариантов нет, я думаю, неплохо. Давай, давай призовем, давай. Давай, мне понравилось так быстро, у нас сидит в локации. Ну, смотри, вот тут уже ледяной меч и клинки самума. Они вдвоем просто пиздец, какую хрень вытворяют. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Правда, килку приходится чуть-чуть кушать достаточно часто. И смотри, как он встанет. Он уже еще и встанет. Да он охуенно встал в капкан, молодец. Как же классно улетает мой свиток. Завидись. Так, спокойно, не надо. Блять, какая жесть, какая лютая хрень. Спокойствие, спокойствие, не нужно, не нужно. Скелеты вперед, скелеты вперед, молодцы какие. Нихуя. Ваншотнет? Это страшно, когда он атакует, между прочим, очень страшно. Потому что у него же есть ваншот, он может ваншотнуть. Если он ваншотнет, то это все, это здравствуйте. Да, охуенно встал. Предлагаю использовать окаменение, пусть они добьют его стоя. А я пока похилюсь и оружку в руках поменяю. Да, улетела Секира быстро, недолго. Недолго мы ее держали. А между прочим, смотри-ка, они еще не пропали. Вот это отвратительно, то что во время ужаса они не могут атаковать. Это гадко. Бегает, между прочим, быстро. Так, аккуратненько. Предлагаю призвать. Ладно, сэкономим хил. Хотя, что уж тут экономить. Уходит достаточно много и так, и так. Не, ну вот тут хуево подводит лучник. Тут прям отвратительно работает лукарь. Стоит это отметить. Потому что лучник не особо сильно дамажит, и атаки его достаточно редкие. Ну, пока в Агенбург, я думаю, можно чистить лишнее расслакаться, да ведь? Так, у меня там арбалетчик выстрелил. Может кто-то хочет его атаковать, нет? Ладно, давайте я сделаю это сам. Аккуратно, не надо сливаться. Аккуратно, не надо сливаться. Да, ну хилки улетают вмиг, ну потому что мы торопимся. А представь себе всю эту историю еще приправить капканами. То есть понаставить капканов, увеличенный урон в капканах, скорость постановки капканов. Все вот это соединить вместе, это же будет лютый пиздец. В целом неплохо. Вот где можно использовать редкие свитки призыва скелетов. Как раз поставил капканчик, призвал скелетов и бьешь себе спокойно. Прекрасно, прекрасно. Как-то еще особо толпы-то нет, смотри. Подвое мобов стоит, атака обычно потрая. Поэтому эти свитки как-то даже тратить не хочется. Уж больно они хорошие. Но раз это видео, ну мы безусловно на боссов тоже будем их тратить. Я предлагаю даже наверное на боссов их и оставить. Посмотреть насколько быстро они разлетаются. Давай возьмем, ну давай на кровавым клинком и пройдем. Хотя я бы потратил клевец. Но клевец как-то на таквесе, да лучше на босс его потратить. Побежали. Ну ритуалисты, ритуалисты, ничего страшного. Китает быстро, красиво, хорошо. Ну вот, ой блядь, я призвал нечаянно. Ой-ой-ой. Ваншотика не надо, не надо. Ой мечники, красиво, красиво. Давай-давай-давай-давай. Ой, алибардист, нихуя. Вот это машина. Вот это четко. Это в редком свитке алибарда выпало, серьезно? Блядь, если б алибарда стабильно падала, это был бы лютый пиздец. Ты посмотри, что он делает. Это же страшно. Это же алибарда. Вот элемент рандома, наверное, портит этот свиток. То есть ты призываешь и как-то думаешь, ну сейчас что выпадет, то выпадет. Когда падает лучник, это хуи так. Когда падает... Когда я могу использовать, между прочим, ледяные зельки. Я их с собой ради чего-то взял, но я их так и не использую. Когда падает алибарда, либо мечник второй, тогда топ. Что мы делаем, смотри. Наверное, свитки призыва я поставлю сюда. Лук буду использовать как раз против вот этого с шансом ваншота. И все, это гениально. Вот куда можно использовать редки свитки. Если у вас с оглушением хуево, с заморозкой хуево, совсем хуево, но есть эти свитки и ледяной лук, и вы боитесь этого копейщика, можно кинуть в него ледяной лук, он замедлится и редкий свиток его сожрет. Давайте попробуем с свитком призыва второго уровня так сделать. Ну вот, например, как вариант. Мы стреляем. Хорошо, отошли, отбежали. Открыли инвентарь, призвали. Ну и все, ну и пожалуйста, они спокойно с ним разберутся. Нам никаких проблем тут нету. Ничего делать не надо, просто бери да замедляй. Жалко, там лучник выпал, вот это отвратительно. Да, урона нет, лишний раз тратим. Как же у него дохуя стрел? Да, лишний раз тратим лук. Но когда других вариантов нету, да или для разнообразия, почему бы и нет. Я думаю, неплохо. Так, давай вот эту палатку откроем. Мы уже очистили вагенбург, как легко, быстро. Так, давай. Ну, блядь, это пугающий черт. Это пугающий черт. Надо было взять хилку, которая специально создана, чтобы мы не пугались. Да да, мы насрать, мы же локацию практически полностью очистили, правильно? Ну и все. Ну и похуй, здравствуй, все, не повезло тебе. Так, у одного, ох, нихуя там, у одного меч, который от хп, по-моему, дамажит больше, да? У одного, охуеть. По-моему, пиздец вагенбургу. У него такой меч может быть, серьезно? Это же, это же реально тот меч, который дамажит от хп противника. А это не жирно, нет? Ну вот если бы не этот ебаный испуг, все было бы здорово, и свиток не улетел бы. Не улетел бы зазря. Не успею на этого товарища использовать. Да, пиздец. Офигеть. Ну тут я вижу уже оглушающие дубины из топового и серп ночной. Серп ночной грустно и невкусно, а вот дубина оглушающая, очень хорошая вещь. Работает достаточно часто, так что можно поставить плюсик, лайк. Кстати, не забывай ставить лайк под видео и сердечки на ВК-видео, не забывай. Призвать. Единственный минус, это вот-вот же долго ходить и ждать, пока они выйдут. Уже там, это хуевый момент, конечно. Ещё и тут я вдобавку со своим клевцом. Считай, комбинация страшная. Сочетание просто невероятное. Можно на боссе, наверное, эти скелеты использовать, а не боссы ясно дело разнесут. Но раз уж мы пошли на Вагенбург, то давайте Вагенбург для конца. Но вот здесь как-то не очень, да, отравляющий? Он же сейчас меня один раз ударит и всё, и пиздец. А можете его контратаковать? Хорошо. Просто прикол в том, что на босса ядовитый, я даже не знаю. На Азенбурга, наверное, будет хорошо. Знаете, почему я все свитки потратил сразу? Я объясню. Я потому что на Вагенбург специально копил, но на Вагенбурге, думаю, потратим. Блядь, ну как так-то? Ну почему так-то? Ну что это такое? Не то. Спокойствие. Отбеги, отбеги, отбеги. Не надо. Лучок. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Надо, 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 надо. Ой, блядь. Окаменение. Бегите, бегите за ним. Быстрее, 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 быстрее. Они же не агрят мобов? Нет, не агрят. Хорошо. Хорошо. Только что вам был продемонстрирован лайфхак, как избежать капкана Все, побежали вниз, остался только один Но это не означает, что мы перестанем открывать палатки Все-таки очки багряной охоты на дороге не валяются Опасно, каждый удар на самом деле дико опасная вещь Удивительно, что он до сих пор нас не... Как же за его эти капканы? Удивительно, что он до сих пор нас не ваншотнул А где последний? Я не понял Мы уже вроде весь Вагенбург прошли А, вот он, хорошо Так, ну все, хорошие свитки закончились, к сожалению Хороших свитков больше нет Это было неплохо, я вам хочу сказать Это было очень... Как же хуево работает лучник, это отвратительно, да Лучше бы два мечника Ох, как хорошо убежал Как хорошо убежал Какой-то странный сейчас бусин Ну да ладно Все палатки мы открыли, все палатки мы закрыли И доспехом до свидос Рифму не придумал Так, открывай Открывай ящик, посмотрим, что там выпало У этого, между прочим, клеймор, по-моему, в руках, да? Да, клеймор в руках Ну давай Жаль, я даже не знаю, каких скелетов на превьюшку поставить Надо что-нибудь там найти Напишу, проходим, Вагенбург, скелеты Так, смотри-ка, уже вижу хороший результат Это клеймор заточенный на пятерку 140 урона А с навыком все 150, да? Да, прекрасно 150 урона с клеймора Не хотите? Не хотите? Арбалет всегда хорошо Это у нас легчайшие истязатели Три зубец шипастый Яд Ну это Это азембург Это легчайший азембург Либо аис Причем я имею ввиду Героического азембурга Простой-то, понятно, отлетит Сапоги Гладиатора Две пары Ну такое Ну и перчатки Солнечного Дракона Можно, но, наверное, не нужно И ледяной лук Ледяной лук, между прочим, жестко выносит огненных големах в истязателях Недавно только попробовал, прекрасно получилось Ягодные чаи Ну остальное, как бы, базовое Ну вот, единственное, что можно отметить Это зелье бодрости Прекрасные две штуки Овес Хотя, по-моему, овса бывало и побольше Могу ошибаться Ну и навыки Огнеупорность Плохо, грустно, некрасиво И охотник, том шестой Ну, кстати, вот охотник Навык интересный На 25% быстрее ставлю капкан А остальное уже, ну так, по мелочи Что-то можно выделить, что-то нет Ну, в целом, лут нормальный Нормальный, хороший лут Просто потому, что выпало два навыка Основное, конечно же, это навыки О, смотри, серп он у него до сих пор светится С вами был я, Ван Грешник Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Подписывайтесь на группу ВКонтакте ВК-видео Все Все С вами был я, Ван Грешник Все, всем хорошего настроения Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на канал Ссылка на Бусти Всем хорошего настроения Пишите комментарии Пишите ваше мнение Как вам свитки скелетов Все, всем пока А, между прочим, еще неплохой шлем Неплохой шлем, но в крафте дорогой пиздец Так что, наверное, буду делать, может быть Но буду делать очень редко Либо буду делать очень редко Но когда буду ходить за железом Когда за железом ходить не буду Понятное дело, вряд ли буду его делать Все, всем пока